Всех приветствую на своем канале. Сегодня в свой обзор я хотел бы посвятить масштабной модели автомобиля ГАЗ-13 Чайка, которая производилась с 1978 по 1991 год в Саратове на ПО Тантал, а позже на заводе Радон. В постсоветское время модель производилась силами предприятий Агат, Инкотекс и Массар. Данная масштабная модель была копией реального представительского легкового автомобиля ГАЗ-13 Чайка, выпускавшегося малой серии на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1921 год. Всего за этот период было выпущено 3189 автомобилей и в основном в то время ездить могли на них только избранные высшие государственные чины и знаменитости. На сегодняшний день Чайка находится в десятке самых дорогих советских автомобилей, и ее цена колеблется от 50 до 200 тысяч долларов в зависимости от состояния. В моей памяти данный автомобиль ассоциируется прежде всего с дорогой советской свадьбой, так как в то далекое время данные автомобили арендовались состоятельными молодоженами для свадебного кортежа. Масштабная модель ГАЗ-13 Чайка была первой правительственной моделью от производственного объединения Тантал, и на ней отрабатывались новые приемы в производстве, например вставки из хромированного молдинга или светящиеся передние и задние фары, у так называемой электрифицированной Чайки. В серийном массовом производстве модель, как и полагается реальному правительственному автомобилю, выпускалась в черном цвете, однако другие цветовые гаммы также имеют место и ценятся сегодня они больше у коллекционеров, чем стандартного черного цвета. Корпус Чайки полностью металлический, пластиковые только мелкие детали, салон и в поздних моделях их еще и днище. Бампера, молдинги, решетка радиатора и колпаки на колесах хромированные. У ГАЗ-13 открываются все двери и багажник. Внутри у модели сидения второго ряда откидные. Общее исполнение модели очень точное и качественное, чего только стоит форма задних фар. Модель получила каталожный номер А15. Кроме стандартного исполнения, Чайка производилась в более дорогом так называемом электрифицированном исполнении со светящимися передними и задними фарами. В стандартном массовом исполнении ГАЗ-13 имеет черный кузов, металлическое или пластиковое днище, белый пластик внутри салона, а также обычное хромирование пластиковых частей. Однако у этой модели встречаются более редкие цветовые вариации, как металлических, так и пластиковых деталей. Даже с золотым хромированием в продаже встречаются. Были ли это пробные партии, или все-таки результаты единичного творчества заводских умельцев, точно неизвестно. Но факт остается фактом, такие модели есть и цена на них выше средней. А разнообразных конверсий на Чайку еще больше, что говорит о ее популярности и неугасающем к ней интересе коллекционеров. Самые ранние экземпляры ГАЗ-13 до 1979 года могли быть черными металлическими днищами, но в основной массе они были все-таки серебристыми. Цвет салона и передняя панель могли быть черного или болотного цвета. Колесные диски и держатели дверей были из полупродажного капрона. Также и передняя панель могла быть из капрона. Покраска корпуса была более качественной и без пузырей. Шов на внешней стороне покрышек находился ближе к их краю. В период с 1980 по 1982 год параллельно выпускается ограниченным тиражом модели электрифицированного ГАЗ-13. В багажник вставлялись батарейки, от которых шли провода через весь автомобиль к фарам. Также в комплекте шел магнитик с ключом, который включал фары у автомобиля, замыкая геркон в электрической схеме. По легенде, данная модель должна была получить каталожный номер А-33, но до этого не дошло. В 1922 году на днище над карданом появляется надпись Made in USSR. В 1926 году с днища пропадает каталожный номер А-15 и шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. Качество покраски и литья корпуса немного ухудшается. До 1928 года днище все еще хромируется, но в этом же году появляется черное пластиковое, которое модель продолжает комплектоваться вплоть до самого конца производства. На этом днище надпись Made in USSR смещается под кардан. Также возможны варианты пластикового днища другого цвета, например коричневого. После 1991 года модель продолжает производиться силами предприятия Агат. В этот период особых изменений в конструкции не наблюдается, но после 2007 года днище становится опять металлическим и крашенным в черный цвет. Также колеса становятся целиком металлизированными колпаками. Цвет корпуса и пластиковых деталей в этот период может уже более быть разнообразным. Также встречается двухцветный, более детализированный вариант ГАЗ-13 от завода Агат. Нередко встречаются другие варианты, как например свадебная. Цена на ГАЗ-13 в советское время была довольно высокой. Стандартный вариант стоил 9 рублей 40 копеек, с олимпийской символикой 12 рублей 20 копеек, а электрифицированный 19 рублей 50 копеек, что было рекордом среди масштабных моделей того периода. Моя модель ГАЗ-13, судя по указанным признакам, относится к периоду производства до 1982 года, так как на днище еще нет надписи Made in USSR, но салон уже стандартного белого цвета. Коробок на эту модель могло быть два варианта, стандартная красная с рисунком модели на задней части и синяя для электрифицированного варианта. Также после 1926 года стандартные ГАЗ-13 могли упаковываться в коробки от электрифицированной чайки. Цена на эту модель очень изменчива в зависимости от многих факторов. Даже номерная модель в хорошем состоянии и с коробкой может стоить от 20 долларов, а не номерная с пластиковым дном, но с редким цветом может стартовать и от 50 долларов. Цена на модель с олимпийской символики доходит до 150 долларов, а на электрифицированную может и до 400 долларов доходить. Коробочки также в цене, особенно раннее, начало 80-х годов от электрифицированной модели. Также есть некоторые варианты поздних двухцветных ГАЗ-13 с антенной и дворниками, которые производились уже на заводе Агат. Эти модели более детализированы и цена на них также может доходить до 200 долларов. Модели со свадебной символикой стоить могут также не менее 50 долларов. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok